Новая волна антитабачного закона. С 1 июня запрещенных для курения мест прибавилось. Дымить нельзя в заведениях общепита, гостиницах и общежитиях, на рынках, торговых помещениях, на платформах вокзалов, за исключением поездов дальнего следования. Даже купить сигареты теперь можно только по каталогу. Курильщики оказались под колпаком. Дошло до того, что некоторые горожане прячутся в машинах и курят закрытыми окнами. Ну скажите, где курить-то вот с вами машины теперь? Где-то еще курите? Нет, нигде больше. Вам остается только в машине курить? Ну конечно. А пассажиры не жалуются? Пассажиры спрашивают разрешения. Дело в том, что у нас же не оборудованные места, где все это... Мы к Европе приближаемся только с другой стороны немножко. Люди годами курили, они же не бросят курить сразу, резко. Так что отведенные места должны быть. Это пусть государство думает. А вы к ней курите вот сейчас? В данный момент? Ну... Как объяснить? Обычно... Да не знаю, где-нибудь там в кафе посидишь, например, покуришь, блин. Ну в общественных местах тоже бывает иногда. Для людей, не курящих, теперь стало возможным поужинать в ресторане или кафе и не пропитаться табачным дымом. В борьбе с ним решили запретить сигареты даже в клубах и барах. Теперь в этих местах не будет зон для курильщиков. Владельцы заведения общепита настроены противоречиво. Ну будем предупреждать гостей, что у нас не курят. Ну заставлять их там тут... Не забирать же у них сигареты там из рук. Как бы... Противобойствовать, противодействовать мы не будем. Предупреждать, ладно. Придет проверка, я штрафую. Большой не человек штрафует. Как известно, Россия самая курящая страна в мире. В нашей республике почти каждый третий житель имеет пристрастие к табаку. У каждого свое мнение на этот счет. Строгость законов нивелируется его массовым неисполнением. Невозможно в совет в российской и в советской было и в российской практике исполнять эти законы, просто потому, что не найдется столько контролеров, чтобы ловить людей за руку. Поэтому депутаты выполнили свою миссию социальную, якобы борясь с курением. Население, сказали, кивнуло и пошло нарушать. Как это будет на практике, пока неизвестно. В полиции сообщают, что курильщиков будут ловить за руку и на месте составлять протокол. Штраф составит для граждан до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц до 90 тысяч. Тем не менее, любителей закурить меньше не становится. С начала этого года полиция оформила более 500 нарушителей. Правом составлять административные протоколы обладают сотрудники полиции. Это и наружные службы, наряды управления вне ведомственной охраны, патрульно-постовой службы, участковые, уполномоченные и так далее. Гражданам, которые стали свидетелями подобных нарушений, мы рекомендуем обращаться в органы внутренних дел с информацией, которая будет обязательно проверяться и по ней будут приняты меры. Подводя итоги, ясно одно, курение уже ограничили, а специально отведенных мест для любителей табака еще не создали. У курильщиков теперь только два выхода. Либо оплатить штраф, либо отказаться от сигареты. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Алдар Домбаев. Первая альтернативная.